Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В ванне на 15 дней объявлено чрезвычайное положение. Никол Пашинян в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Индии. В Арцахе собрано 2179 тонн винограда. Водопад Дашбаш станет более привлекательным для посетителей. Восстановление освобожденного от боевиков Хан Шейхуна началось в Сирии. На станциях метро Еревана будут звучать фортепианные произведения Кумитаса, хоровые произведения и манадии. Вода озера Ван полезна для кожи. В провинции Ван на 15 дней было запрещено организовывать митинги, демонстрации, шествия, а также пресс-конференции. По данным администрации, такое решение было принято по соображениям безопасности. Заявление, в частности, говорится. С 26 сентября по 10 октября 2019 года в течение 15 дней все виды собраний, демонстраций, шествий, пресс-конференций, протестов, сборов подписей, сидячих, забастовок, голодовок и других подобных мероприятий запрещены. Решение было оправдано антитеррористическими операциями в районе. Политика репрессии и зачисток в южных районах Западной Армении продолжается. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с премьер-министром Индии Нириндрой Моди. Как сообщили Армен Пресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Армении приветствовал своего индийского коллегу и отметил, что обе страны и народы имеют прочные исторические связи, которые содержат большой потенциал для развития двусторонних отношений. Никол Пашинян отметил, что Армения придает важность сотрудничеству с Индией и готова продолжить последовательную и активную совместную работу по полноценной реализации имеющегося потенциала. Премьер-министр Индии отметил, что рад первой встрече с премьер-министром Армении обсудили вопросы армяно-индийских отношений. По словам Нерендры и Моди, дружественные связи между Арменией и Индией вековые и прочные, и Индия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества. Пашинян и Нерендра обсудили перспективы углубления экономических, политических, культурных, гуманитарных связей между двумя странами. В Арцахе было собрано 2179 тонн винограда. Об этом в беседе с респондентом Арцах Пресс сообщил начальник отдела растеневодства и защиты растений Министерства сельского хозяйства Республики Арцах Арам Бадалян. По его словам, по состоянию на 23 сентября с 1858 гектаров виноградников в республике было собрано 385 гектаров. Валовый урожай составил 2179 тонн. Средняя урожайность составила 57 сантиметров с гектара. Говоря о ценах, Бадалян также сообщил, что виноградные культуры принимаются заводами в среднем по 135 драмам. В зависимости от сладости урожая в республике пока нет проблем с продажами. Недавно появилось новое захватывающее и колоритное место для туристов – водопад Дашбаш. Он расположен недалеко от села Дашбаш, муниципалитета Цалка, на высоте 1110 метров над уровнем моря. На вершине водопада в ущелье будет построен стеклянный мост с баром посередине на высоте 200 метров над землей. Шоссе, ведущее к водопаду, было отремонтировано в 2017 году и стоило 372 тысячи лари. Теперь в этом месте нет недостатка у туристов, так как государство решило сделать его более интересным и привлекательным. Лишь на строительство моста будет потрачено 15 миллионов долларов. Помимо моста в проект также входит строительство зиплайна, гостиницы и ресторана. Будет построена площадка для проведения музыкальных фестивалей, которая может вместить до 100 тысяч человек. Строительство моста уже в процессе. Власти начали восстановление сирийского города Хан-Шейхун, который расположен в сирийской провинции Идлиб. Город серьезно пострадал от действий боевиков. Исполняющий обязанности губернатора провинции Мухаммед Саадун заявил, что в Шан-Шейхуне проводится работа по восстановлению мирной жизни. Саперы разминировали южную часть города, теперь в нее могут возвращаться и жители. Продолжается строительство жилья для беженцев, для этого в город поставляются строительные материалы. Ведется с работой с населением, психологи оказывают помощь детям, которые слишком долго видели ужасы войны. По словам Мухаммеда Саадуна, 8 лет назад в Хан-Шейхуне проживало 65 тысяч человек. В настоящий момент с учетом возвращавшихся беженцев 4 тысячи человек. На станциях Ереванского метрополитена прозвучат фортепианы и произведения комитаса, хоровые произведения и манудии. Об этом Армен Пресс сообщила пресс-секретарь ЗАО Ереванский метрополитен имени Карена Домирчана Татевика Чатрян. 26 сентября исполняется 150 лет со дня рождения армянского композитора, музыковеда, основателя современной армянской классической музыки комитаса в ортопеде. В рамках юбилейных мероприятий в дне рождения по старому и новому стилю на станциях Ереванского метрополитена будут звучать фортепианы и произведения комитаса, хоровые произведения. Озеро Ван, которое формировалось за счет накопления лавры, извержения, вулкана, не мрут не только известно своей очарующей красотой, бирюзово-голубыми водами и скрытыми лагунами, а также своими лечебными водами. Будучи самым большим озером в мире, содержащим соду, часто является предметом исследований из-за высокого содержания минералов и лечением многочисленных кожных заболеваний. Озеро Ван, как известно, оказывает лечебное воздействие, особенно при кожных заболеваниях, таких как прыщи, грибок и псориазм. Жители Вана каждый раз, плавая в озере, открывают для себя эти его целебные свойства. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Андреа Никламону Киана и Гатта Бэнта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...